Испокон веков Чуваши стремились передать семейные ценности молодому поколению. Пожалуй, в каждой семье найдутся предметы прошлого, которые сохранились благодаря нашим предкам. Герой следующего сюжета воссоздал наглядную картину быта чувашской семьи начала прошлого века на примере своей собственной. Вениамин Кожевников родился в небольшой деревне Яльчикского района. В послевоенные годы семья жила бедно, поэтому старые вещи, как правило, не выкидывали. Благодаря бережному отношению к семейным реликвиям Вениамину удалось сохранить орудия труда и быта. Идея открыть музей возникла давно, однако осуществить ее удалось только три года назад. Все мои родственники знают, что я тот и тот собираю, и каждый, при любом, где бы они ни были, они стараются хоть что-нибудь найти. Поэтому это плод общего труда. Не только я, допустим, начал, а остальные поддерживают меня. Где только что могут, они находят. Отдельный уголок в доме-музее посвящен чувашским рукодельницам. Здесь представлены не только готовые изделия, но и инструменты, с помощью которых они создавались. Вот эти вещи я в этом году нашел в Парецком районе. Когда жена поехала туда посещать могилу своих родственников. Вот здесь лен завязывали, привязывали, потом тесали, потом же все это пряли. И вот потом уже на ткацком станке делали ткань. Свадебные платья и обереги, крупорушка и орудия для сбора урожая. Все это можно увидеть в доме-музее. Экспозиция не приносит никакой коммерческой выгоды. Все, что мы делаем, мы делаем для детей. Подчеркивает Вениамин Иванович. И дай бог, чтобы они передали это внукам и правнукам. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Андрей Шоколев, Республика. Дарина Игнатьева, Республика.